Привет! С вами снова Жека. Кисло все, дождь идет. Мы находимся на одном из островов в провинции Краби. Красиво, спору нет. Сам пляж купанию не годится, потому что там одни камни, это бывший бывший коралл, мертвый коралл. Взяли мы экскурсию по 100 бат на человека, как бы привезли нас на остров на 6 часов. То есть 6 часов, как бы мы находимся на одном острове. Ну по правде говоря, не очень так интересно. Лучше конечно брать экскурсию вдоль островов, чтобы не заходить даже на них, в принципе. Потому что здесь, я так понимаю, в основном они такие острова у нас вокруг одни кораллы и купаться здесь невозможно. Ну максимум дайвинг. Плюс у нас еще застал дождь. Сидим под скалой, ждем когда закончится. Честно говоря, не очень удачно получилось съездить. Ну 100 бат человека, в принципе. Это не так дорого, чтобы посмотреть один остров. Еще один такой момент. Приезжаешь на остров, обменник по факту в городе 35, допустим, бат за доллар. А здесь 33 за 100 долларов. То есть вы 200 бат теряете, если вы не поменяли деньги до того, как вы ушли в экскурсию по островам. Да, здесь есть обменники, здесь есть пиво, есть что покушать. Все нормально. Но только цены чуть-чуть на спиртное подороже. Допустим, баночка пива маленькая дороже уже на 30 бат в магазине. Даже не в кабаке, не в кафе. Вот. Ну а цены на продукты питания, в принципе, нормальные. Но вы потеряете деньги на обмене валюты и на пиве точно. Потому что они говорят сразу, хотите дешевле, езжайте в город. Там дешевле. Вот. И как бы разговор на этом окончен. Не хочешь, не бери. Цена такова. Будем мы выбираться отсюда. А это наш экскурсионный катер такой. Который, как оказалось, уехать раньше на Краби нужно было заплатить еще по 100 бат, чтобы вернуться к своему байку. Вот. Заплатили мы еще по 100 бат. Плывем обратно. Потому что нам еще добираться по трассе над Кукет. Вот. А это все время. Ночное ездание очень интересно. Мы выехали, решили выехать раньше с этого острова. Вот. Правда забыл сказать вам, на этом острове еще есть какой вид спорта скалолазание. Лазить по скалам. Вот сюда приезжают туристы. За счет того, что в провинции Краби здесь в основном все летучие острова. Почему летучие? Летучими они называются из-за того, что на них нельзя забраться, ну, пешим ходом. Максимум по канатам. Вот такие вот они высокие, крутые. Вот. И для тех, кто любит экстриме, полазить по скалам, это прекрасное место, где можно это сделать. И вон при море, вон есть пальмы, и кокосы, и природа. Прикольно. Вот. Еще один такой способ передвижения, на котором мы сейчас плывем, идет напротив. Вот. Ну, в общем, такие дела. Погода нас немножко подкатила. Да, в общем, красиво. До скорой встречи.